Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион, студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Город воинской славы отметил День Героев Отечества. Глава курорта встретился с жителями станицы Гостогаевской, которые обращались с жалобами. Анапа богата талантами. Мы сегодня отмечаем особый праздник – День Героев Отечества. В городах воинской славы страны прошла тематическая акция. Наш город, город воинской славы, не остался в стороне. Более 200 школьников и студентов, молодежных активистов собрались на Театральной площади. День Героев Отечества – возможность еще раз вспомнить о героическом прошлом нашей страны, подвигах наших предков, овеянных бессмертной славой. Есть такая организация – Союз городов воинской славы. И они проводят всероссийскую акцию, где каждый город воинской славы пишет огромные буквы, естественно, из людей своего названия. И эти буквы выстраивают в цветах черно-оранжевые, то есть цвета Георгиевской ленты. После этого все материалы фиксируются, фотографии, видео выкладываются на общий сайт, и получается такая общая российская акция городов воинской славы. Ребята выстроились в форме слова «Анапа». Легендарная Георгиевская лента внушительных размеров опоясала площадь. Анапа помнит. Наши предки воевали за этот город так же, как и в любом другом городе, охваченном немцами. И этот город был освобожден, и это надо помнить. Мой прадед также участвовал в освобождении субсеха города. У нас мир, спокойствие, и на данный момент мы дети, мы улыбаемся, и мы не хотим оказаться в такой ситуации, в которой сейчас находятся дети на Донбассе. Молодежь помнит и чтит героев Отечества, благодарит дедов и прадедов за мирное небо над головой. Мэр Анапа Сергей Сергеев с рабочим объездом побывал в Гастагаевской. Встретился с жителями станицы, кто писал на имя главы обращений и приходил на его прием. Первый адрес Октябрьская, 63. Татьяна Петруненкова жалуется Сергею Павловичу. Во время сильных дождей двор ее дома топит из-за того, что улицы выше, предприниматель заасфальтировал дорогу и благоустроил территорию, не учтя проблему ливневых вод. Вот сюда и полисадники, и дом с весь соколь, и подвал полный. А почему с магазина? А потому что там такой уклон сделал, пока не делали, ничего не было. Жители улицы Школьной, наоборот, благодарят предпринимателя Игоря Тарана за вклад в благоустройство. Но это не говорит о том, что проблемы не существуют, подчеркивает мэр Анапы и поручает замглавы Гостогаевской сельской администрации Игорю Перекатей обезопасить жителей Октябрьской от возможных подтоплений. Вырыто траншеи, проложены трубы, необходимо довести до ума обустройство водоотводного канала. Следующая остановка на улице Украинской. Татьяна Ганус в этот понедельник была на личном приеме глава Анапы. Просит выделить три сотки земли для огорода, но натолкнулась на административные барьеры. Сергей Сергеев приехал на место, чтобы понять, в чем проблема. Глава Анапы уже дал поручение архитектуре в рамках закона и своих полномочий помочь Татьяне Петровне. Если по генплану нельзя выделить этот участок, то надо найти альтернативу. Решение этого вопроса будет и в ближайшее время. Новые уличные тренажеры установили в парке Ореховая роща. Парк не должен пустовать даже зимой, отмечает глава Анапы Сергей Сергеев и поручает городским службам благоустраивать орешку и наполнять полезным содержанием. Подышать свежим воздухом и заодно поддержать форму или сбросить пару килограммов перед новогодними гуляниями. Теперь все это можно сделать в парке Ореховая роща. Дополнительные тренажеры к уже существующим распорядился поставить глава курорта. В начале года перед курортным сезоном в Ореховая роща были установлены 4 тренажера. И в конце года по поручению главы, в связи с тем, что они пользуются спросом здесь и всегда востребованы, было дополнительно еще установлено 4 тренажера. И также на той неделе в селе Цибанабалка тоже были установлены еще 4 тренажера. Анапчанин стал лауреатом международной премии Николая Островского. В этом году премия вручалась в 12-й раз и совпала сразу с несколькими юбилейными датами. 75 лет в музее Островского, 70-летие Великой Победы. Подробности далее. Никита Чичурин к своим 18 годам уже стал настоящей звездой Кубани. Он покорил всех своим пением на закрытии Паралимпиады в Сочи, а также стал победителем и лауреатом всевозможных вокальных конкурсов, в том числе зарубежных. Диагноз «детский церебральный паралич» никак не помешал ему стать первым среди равных. Его учитель Людмила Комарова признается, Никита очень одаренный парень. Ко всему к тому, что он такой улыбчивый и веселый, у Никиты очень такой сильный стержень. Вот благодаря, конечно, этой бабушке, таким более старшим родственникам, он очень патриотичен. Он вообще с таким рвением поет песни про родину, про войну, про такие ретро-вские песенки, которые там Иосиф Кобзон пел когда-то, Магомаев. За мужество, крепкость духа и творческие успехи в разных сферах деятельности. Именно так звучит номинация, в которой Никита победил. Сейчас артист активно покоряет столицу. По словам самого певца, он до сих пор не может поверить то, что премию присудили ему. Вы знаете, это было все так неожиданно. Я вообще, ну я как бы и не стремился к этой цели. Я даже не знал, что такая премия существует. И меня просто направили на эту премию от моей президентской организации. И там была как конкурсная основа, и я как бы прошел. У меня столько эмоций, столько всего. Я вообще, я не знаю, как это все даже описать. Но было круто. Награждал Василия Вановой. Счастье вдруг в тишине Послучалось в мире Неужели ты ко мне Верю и не верю Сейчас Никита активно осваивает новую программу. Впереди у юного артиста участие в нескольких зарубежных фестивалях И выступлении в Государственной Думе. После чего певец непременно приедет обратно на родину в Анапу С гастролями и новыми песнями. Конец ноября для спортсменов Анапы оказался урожайным на медали Серебро Олега Чена в тяжелой атлетике И три медали разного достоинства Анатолия Шевченко На чемпионате Европы под дзюдо среди слабовидящих. Анатолий Шевченко – опытный боец. За его плечами уже две Паралимпиады в Пекине и в Лондоне. Недавно он вернулся с чемпионата Европы, который проходил в Португалии И привез оттуда полный комплект медалей. Мы долго готовились сначала к чемпионату России Потом к этим соревнованиям. Это были основные старты в этом году. Чемпионат России прошел с золотой медалью, с первым местом. И сейчас чемпионат Европы в личном зачете, можно сказать, мой путь преградил только Украине, из которой паралимпийским чемпионом является. И все эти медали показали весь наш долгий, корпотливый труд, который проходил до этого. У тренера Александра Атоловского не было возможности сопровождать своего воспитанника. Поэтому он следил за успехами Анатолия в прямом эфире по телевизору. Как признается Александр, переживания при этом гораздо сильнее, чем когда находишься рядом. Но и видно все недочеты и ошибки, которые нужно исправить. Ощущение, лучше бы сам вышел бороться, если честно. Дальше будем работать над ошибками, работать и постараться взять реванш на паралимпийских играх. Несмотря на то, что первого места Анатолия лишила полученная в схватке травма, он не расслабляется и нацелен только на победу на предстоящих играх в Бразилии. И для этого тоже уже сейчас приступил к тренировкам. Остается только пожелать Анатолию Шевченко успехов в будущем году. Редколлегия городского литературно-художественного альманаха Парус объявила о начале набора материалов юбилейный 10-й номер издания. Принимается проза, поэзия и репродукция картин, карикатур, фотографии. Обязательное условие для авторов – проживание в муниципальном образовании город-курорт Анапа. Редакционная коллегия оставляет за собой право отбирать произведения по своему усмотрению. Материалы не рецензируются. А завершит выпуск прогноз погоды. В четверг 10 декабря в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 2,7 градусов. Ночью до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Далее информация о партнере программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...